Из-за чего могла развиться непереносимость многих продуктов питания? Знакомый специалист по макробиотике объяснил это тем, что я длительно очищала организм, в результате чего ЖКТ не справился с нагрузкой, посоветовал прекратить антипаразитарные программы. Другой врач посоветовал на два года исключить глютен. Сейчас в очередной раз прохожу комплексное очищение приборами, но легче не становится. Почти постоянное вздутие и метеоризм. Вопрос большой, но на самом деле, что я могу вам сказать, у вас скорее всего 100% дисбактериоз в кишечнике и скорее всего в самом начале присутствовала, и сейчас она наверное никуда не делась при вашем состоянии, это дискинезия желчевыводящих путей. Соответственно, есть приличная нагрузка на печень. В АП я бы вам действительно пока не рекомендовала бы включать антипаразитарные программы, именно антипаразитарные, но я бы порекомендовала вам в паразитарном приборе включать несколько других программ. Во-первых, программа Стоп Мигрень. Эта программа с одной стороны убирает головные боли, с другой стороны она очень хорошо нормализует именно вот этот вот отдел кишечника, печень, желчный пузырь, снимая именно головные боли, связанные с кишечником. Во-вторых, я бы вам рекомендовала также программу Антисептик, поскольку она снимает воспаление. Потом есть программа Желчь без застоя, я бы ее тоже вам рекомендовала добавить. То есть вот такие определенные лечебные программы НАФы. Но в основном я бы вам рекомендовала перейти на ритм. Вам обязательно нужна программа Здоровье, с ее программой Кишечник без проблем, потому что именно программа Кишечник без проблем убирает дисбактериоз, но вы должны учитывать, что дисбактериоз уходит на шестой-восьмой неделе. Поэтому использование ритма, вы должны сразу понять, что его нужно использовать не меньше двух-трех месяцев. И программу Здоровье, Здоровый день и Здоровье, они должны быть для вас обязательными каждый день. Во-вторых, я бы вам очень рекомендовала, так скажем, наш новый Энерджи. В нем у вас три основные программы. Это энергия, защита и гармония. То есть эти программы уберут у вас определенное состояние нервного состояния, так скажем, возбуждения, которое именно вызывает вот эти проблемы. Во-вторых, я понимаю, что многие люди чистятся и много чистятся, но я бы очень хотела, чтобы мы все-таки включали в этом случае осознанность. Я знаю, что очень многие люди в попытке глубоко прочистить себя прибегают к достаточно жестким методам очищения. Это кто-то очень сильно голодает, кто-то начинает пить масло с разными добавками. И, к сожалению, масло не всегда хорошего качества. Кто-то начинает делать очень частые клизмы. Все вот такие кардинальные меры, они на самом деле могут нарушить микрофлору кишечника, и ее нужно восстанавливать. Поэтому, во-первых, неплохо бы пропить курс именно пребиотиков. Не пробиотиков, а пребиотиков. Есть определенная разница. То есть все-таки вам нужно обязательно восстановить микрофлору кишечника, но чтобы не было вздутия и хотя бы избежать тех проблем, которые есть сейчас, я бы вам рекомендовала обязательно PH-баланс. Данный продукт великолепно убирает, во-первых, он нормализует кислотность желудка, что уже облегчает пищеварение. Во-вторых, он минимизирует саму патогенную состояние. Во-вторых, он достаточно хорошо убирает вот эти воспалительные процессы, связанные в кишечнике. Вот, но сразу могу вам сказать, что при таком состоянии обязательно очень щадящая диета. Ничего жареного, острого, соленого, сладкого. Максимально щадящая диета, которая позволит вам, вашему кишечнику нормально восстанавливаться. И этот процесс должен длиться не меньше 6 месяцев. Я вам просто сразу говорю сроки, потому что многие начинают и думают, что через 2 недели у них все восстановилось. Минимум 6 месяцев. Аккуратная диета, восстановление. PH-баланс. Пить. Тем более сейчас у нас он очень хорошего качества, которое прям реально показывает результаты. Мы имеем хороший показатель, через 2-3 недели уже восстанавливается кислотность желудка и нормализуется флора кишечника. Максимально уходят какие-то процессы. Единственное, чтобы ваши проблемы кишечника и бактерий не, так скажем, не размножались повторно, при вот этом лечении, пожалуйста, следите за гигиеной. Ваша зубная щетка должна находиться в воде с содой. Это прекрасная профилактика противо-хеликобактера и других инфекций, которые могут находиться во рту и которые, если вы их не убираете, они будут вызывать вторичное заражение. И во-вторых, чтобы ваше слизистое лучше восстанавливалось, нужен коллаген. И также по 5 грамм мультиэнерджи может быть через день для того, чтобы ваш организм все-таки имел микроэлементы для восстановления своего состояния. Но, как я уже сказала, диета строгая и, конечно же, хорошая вода и нужные хорошие пробиотики для того, чтобы ваш организм быстрее восстановил микрофлору кишечника. Поэтому паразитарные, правда, сейчас не включайте временно, хотя бы на эти 6 месяцев, потому что вам нужно восстановиться. Для, как скажем, минимизации той патогенной флоры и фауны, которая у вас сейчас есть, вам pH поможет. Данный продукт прекрасно помогает даже при острых состояниях. У меня были клиенты, у которых было очень острое отравление сальмонеллой. И даже при этом отравлении человек мог спокойно в течение двух месяцев быть без боли в кишечнике, только благодаря тому, что он принимал pH-баланс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!